В мире гаджетов появилась новая модная игрушка спиннер. Она сразу захватила внимание не только детей и подростков, но и взрослых. Сегодня каждый второй россиянин держал в руках это американское изобретение. Специалисты, в свою очередь, уверены, спиннер дурно влияет на психику людей. Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями уже планирует провести ряд исследований на эту тему. Ну а телеканал ЛРТ провел свое. У меня в руках спиннер. Спиннер – это новомодная игрушка, очень похожа на обыкновенный волчок. Отличается лишь наличием подшипника, вокруг которого и вращается вся конструкция. Сегодня купить спиннер можно в Люберцах, да и вообще в любом другом городе практически на каждом шагу. Вот и мы отыскали его в обыкновенном канцелярском магазине. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пользуются ли спиннеры популярностью и кто в основном их покупает? Здравствуйте. Спиннеры пользуются очень большой популярностью. Сейчас в основной категории, кто их покупает, это школьники, дети. В сети в свое время стали очень популярные трюки со спиннерами. И каждый хотел их повторить. Плюс спиннер имеет антистрессовый эффект, поэтому его тоже покупают. Желание испытать на себе тот самый антистрессовый эффект, да и просто банальное любопытство – основные причины, по которым люди покупают спиннеры. История с ними закрутилась еще весной. Сегодня вертушки продолжают завоевывать все больше поклонников. Ну, это пик моды. Вот было наше поколение, у нас было модно фишки. У них вот модно сейчас как-то спиннеры. Для никого-то это игрушка, для кого-то это успокаивающее. Ну, она нервы успокаивает. Само она меня раздражает. Наоборот, никакого успокоения от нее я не получаю. Ну, чтобы внимание концентрировать. Хотя многие говорят, что она для того, чтобы нервы успокаивать. Психологи говорят, что спиннер действительно способен успокоить. Вопрос здесь в другом. Задумайтесь, а почему у вас, ну или у вашего ребенка вообще возникла потребность успокаивать себя с помощью этой вертушки? Это некие проявления неврозов. Потому что есть кто волосы крутит, футболки, лишь бы что-то крутить. Это такой сигнал для возможности заглянуть в свой внутренний мир и что-то скорректировать в нем. Ничего опасного в этом нет. Родителям важно задуматься о психоэмоциональном состоянии ребенка. Потому что это показатель его тревожного состояния. Однако не все родители разделяют эту точку зрения. В семье Ольги Садововой, например, дети крутят спиннеры постоянно. Кстати, ничего плохого она в этом не видит. Я считаю, что это очень интересно, потому что мелкомоторику развивает. И действительно, я вижу, что постоянно крутят и на улице делятся. И, во-первых, столько впечатлений. Мама, давай купим другой. Мама, давай вот такой цветной. Ну, интересно. Они яркие, красивые. Но главное, чтобы качество было хорошее, чтобы не травмировали руки они, не резали. Потому что знаю, что у некоторых друзей уже были проблемы. Качество спиннеров – еще один очень важный момент в этой истории. Сотрудники Роспотребнадзора по-настоящему обеспокоены этой проблемой. Ведь сейчас на рынке очень много дешевых китайских вертушек, способных нанести вред здоровью. Если эти спиннеры продаются, они должны быть качественные и безопасные для тех, кто их покупает и, соответственно, тех, кто их использует. Есть механические части подшипники. И некоторые, насколько я видел, спиннеры, они достаточно бесшумные, а некоторые, они все-таки достаточно шумящие. То есть, ну, все зависит, по всей видимости, от качества того подшипника, который там стоит. Вот с этим вопросом тоже, по всей видимости, будут заниматься наши коллеги. Телеканал ЛРТ тоже решил заняться этим вопросом и провел свой собственный эксперимент. На протяжении полутора суток наши корреспонденты проверяли, а помогает ли вертушка сосредоточиться и сгенерировать гениальные идеи. Ведь еще по одной версии спиннер – источник внезапного вдохновения. Очень сильно отвлекал. Потому что тут было что-то новое, это какая-то игрушка, как оно работает, какие-то трюки. И поначалу, скорее, не то, чтобы работала, а отвлекалась на спиннер. Теперь начала периодически подмечать за собой, что сижу и как-то вот на столе так его как-то кручу, и сама даже не задумываюсь о том, что он у меня есть. Да, возможно, все-таки помогает сосредоточиться и как-то, может быть, немножечко руки занять, наверное. В общем, как ни крути, история любопытная. Сдается, что весь ажиотаж вокруг яркой вертушки искусственно создан продавцами спиннеров. Такая типичная пиар-компания. В любом случае серьезного вреда здоровью нанести эти игрушки не способны. Важно только не закрутиться и вовремя остановиться.